Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Еще одна стратегия по поводу аудиторских компаний. То есть я делаю сейчас такие коротенькие видеоинструкции для наших менеджеров, которые отправляют информацию о наших услугах. Вы разговариваете с аудиторскими компаниями. Аудиторские компании связаны с предпринимателями. Аудиторские и бухгалтерские компании, они связаны с предпринимателями, и оказывают им те или иные услуги в области бухучета, аудита, финансового планирования и так далее. Чем занимаемся мы? Мы помогаем российским, украинским, белорусским, казахским компаниям открыть юридическое лицо в Америке. Это можно сделать как дистанционно, не приезжая в страну. Для этого нужно просто иметь здесь человека с доверенностью, который будет представлять их интересы. Мы тоже эту услугу оказываем, все помогаем. Либо надо приехать, и тогда это все можно сделать самостоятельно за один день. Плюс мы помогаем с кредитами, плюс мы помогаем с мерчант-аккаунтами, или эквайринг, это более распространенное название в России и в Украине. То есть все это мы делаем. И как раз аудиторские компании надо заинтересовывать, чтобы они давали нам таких предпринимателей. За каждого предпринимателя, которого они дадут, и который станет нашим клиентом, мы платим 300 долларов аудиторской компании как бонус. Я здесь приведу просто простой пример. Вот сейчас буквально 5 минут назад мне написал мой товарищ, наш клиент, его зовут тоже Юра, он живет в Киеве. И мы когда-то ему помогали с открытием юридического лица, с мерчант-аккаунтом. И вот он мне пишет, ну как дела, мы с ним переписывались просто о жизни, как говорится. И я говорю, давай клиентов новых для нас, может быть каких-то предпринимателей, которые захотят также открыть счет и сохранить деньги в самых надежных банках мира. И вот он пишет, у меня товарищ потерял 80 тысяч долларов на депозитах в банке Хрящатик на прошлой неделе. Я каждый раз в течение полутора лет вдалбливал ему, чтобы он съездил в Нью-Йорк и открыл хотя бы счет, и перевел там деньги, и эти деньги в итоге бы хранились в Америке. И, конечно, бы он их не потерял. При этом у него была виза, у него был я, человек, который его другу сделал этот сервис, и он знает, что мы все сделали качественно. То есть я бы его тут встретил, сходил бы с ним в банк, все бы это сделал. И он бы не потерял эти 80 тысяч. Но вот этот пример просто показатель той безграмотности, финансовой безграмотности российских, украинских, в частности здесь украинских, белорусских, казахских, узбекских предпринимателей, которые верят своему правительству, которые верят в какие-то чудеса, которые верят в то, что они за какие-то там взятки смогут решить какие-то либо вопросы. И они почему-то, я не говорю, что такие все, но большинство, большинство, что им объясняешь, да возьми, открой компанию, это не сложно, открыть компанию, даже дистанционно можешь открыть, за один день компанию, мы тебе поможем открыть в Америке, переведи туда деньги, и деньги будут не облагаться налогом, их никто не заберет, они будут храниться в надежном месте. В самых лучших банках мира, не Америки, а в самых лучших банках мира, Ситибанк, Банков Америка, Wells Fargo и Chase, это крупнейшие банки, в которые входят в 10 самых больших банков в мире. И у тебя не будет проблем. Но как им вдолбить в голову? Вот уважаемые зрители разумные, вот напишите мне в комментариях, как убедить предпринимателей, что не надо хранить деньги в своих странах, там нет правительства нормального, там нет законов, там коррупция, там беспредел, там ничего нельзя решить правым путем, потому что нет нормальных судов. Но как им вдолбить, я не знаю. Вот для этого сейчас мы пытаемся наладить отношения с аудиторскими компаниями, чтобы заинтересовать их как-то финансово, даже там теми же 300 долларами, это самый минимум, если они идут серьезный заказ, то это будет не 300, а может быть и 10 тысяч долларов, да, все зависит от клиента, я не знаю, какая услуга клиенту понадобится, может ему здесь нужно будет потом предприятия какие-то покупать. Ну начать надо с чего-то. И поэтому вот мы предлагаем аудиторским компаниям информировать своих клиентов, рассказывать им о другой альтернативе, о нормальной альтернативе хранения денег, о кредитах дешевых. Есть кредиты очень низкие, если два года у тебя компания, у тебя здесь идут какие-то обороты, можешь обороты прокручивать через американскую компанию, то можно получать дешевые кредиты. Как им вдолбить, я не понимаю. Ну вот объясняешь, расскажешь. Это то же самое, как про пока не поздно, но я отдельным это видео расскажу. Что лучше, сесть в тюрьму или уехать в Америку и отдыхать под пальмами в Майами и жить и наслаждаться жизнью. Не поверите, 99% российских предпринимателей, мы делали целое исследование, готовы сесть в тюрьму. То есть они верят, что их спасет свой адвокат, если у них уголовное дело, они идут в пиджачке с часами Rolex на суд и потом их арестовывают и дают им 8 лет. Таких примеров уже десятки у меня есть, скопилось, при этом мы за 2-3 дня до разговариваем, у них есть виза, я говорю, приезжайте, вас посадят. И потом перезванивает жена и плачет и говорит, да, его посадили, 8 лет. Как их убедить? За 99% вот такие идиоты. В этом случае они идиоты, может быть они талантливые бизнесмены, но вот в конкретном случае тюрьма либо пальмы, они выбирают тюрьму. А что за 8 лет человеком произойдет? Он будет инвалидом, либо умрет в этой тюрьме. Зачем тогда он вообще живет? Для чего ему нужны эти деньги? В гроб? В гробу карманов нет, не затянешь туда уже ничего. Ну вот так вот. Ладно, всем успехов, пока. Если вы хотите работать в компании «Русская Америка», вы можете Наталью набирать, пишите мне в Viber, плюс 1, 646, 477, 05, 0, я вам дам Наталью, мы сейчас набираем сотрудников. Зарплата у нас 500 долларов в месяц. Стартовый первый месяц 200 мы платим, и потом мы ее индексируем в зависимости от вашей производительности труда. Продолжение следует...